Ас-саламу алейкум ва рахматуллах. Скорбящий по имаму Хусейну, приношу всем свои соболезнования в среде страурным месяцем Мухаррам. И хочу продолжить тему, начатую с первых дней. Я говорил о том, что мы, самая главная цель в нашей жизни, это познать своего имама. Имам Хусейн, его история нам является прекрасным показателем и уроком для того, чтобы мы приблизились к имаму своего времени. Если мы не познаем имама своего времени, то мы будем потерпевшие убыток. Из тех, кто потерпел убыток. Первая главная цель в нашей жизни это познать своего имама. Поэтому я вчера зачитал часть из Диарата, в котором говорится «Мое сердце подчинено вам». О, мой непорочный имам! «И мое мнение подчинено вашему мнению». «И моя помощь в вашем распоряжении». Мы вчера первую часть этого начали разбирать, потому что это три важные части, после которых я продолжу читать этот Диарат, где мы станем, инша Аллах, средством, инструментом для нашего имама, чтобы он навел справедливость на этой земле. Если мы хотим быть соучастниками, если мы хотим быть помощниками для вашего имама, это три основы. Наше сердце должно быть подчинено нашему имаму. Почему сердце, я вчера сказал? Потому что сердцу подчиняются все органы. Если сердце чисто у человека, он становится верующим, отстраняется от всего плохого и отдаляется от мирского, не влюблен в мирское. Да, нужно работать, нужно зарабатывать, нужно строить большой дом, покупать хорошую машину, это все на своем месте. Но сердце не должно быть привязано к этому. Сердце должно быть чистым. Обратите внимание на историю пророка Ибрагима, где Аллах его называет Он называет его приверженцем. После чего? После этого он говорит ему по поводу пророка Ибрагима. Идзджа араббаху бигал бисалим. Бигал бин салим. Он встретил, пришел к своему Господу с непорочным сердцем, с чистым сердцем. Валь биллякум мусалим, когда мы говорим, мы имеем в виду, о таком сердце речь идет, вот, салим, кальбисалим, чистое непорочное сердце. Что это за сердце? В предании говорится, что это за сердце верующего. Аль кальбус салим, аль ладзи я лакараббаху, алей сафии ахадун сывах. Знаете, что чистое сердце, непорочное сердце, это то сердце, в котором нет никого, кроме Аллаха. Имам Хусейн, несмотря на все беды, которые с ним произошли, он что говорит? Иллахи, рызан бирызаик. О, Аллах, я доволен тем, чем ты доволен. Последние секунды своей жизни имам общался с Аллахом. До последнего мгновения своего вздоха или, допустим, истории имам Али. Он говорит, «О, Аллах, я преуспел, клянусь Господом Кааба, я преуспел, когда его ранили смертельным ударом». Все наши имамы нам показали путь, вот он путь к Аллаху, когда в сердце нет никого, кроме Аллаха. В другом предании говорится, «Куль лугаль бин фихи широк аушак ваху саакит». Любое сердце, в котором есть широк или сомнение, оно обречено на гибель. Что значит широк? Что значит в сердце кто-либо, кроме Аллаха? Обратите внимание, Аллах очень ревнивый. Ты, допустим, пример вам приведу, Аллах смотрит на твое деяние, ты это деяние сделал на 90% ради меня, 10% ради кого-то. Это не считается. Аллах будет так считать на судный день. 5% ради кого-то не считается. Аллах ревнивый. Говорит, 100% ради меня сделай. У нас бывает искренность в деяниях разных этапов. Бывает искренность во время деяния и бывает искренность после деяния. Возможно, ты какое-либо дело сделал ради Аллаха, скрыл его, помог кому-либо, не рассказал об этом никому. Но спустя год начал рассказывать. Все. Ихлас ушел. Искренность ушла в этот момент. Хотя ты это делал ради Аллаха, да, тогда это было на 100% ради Аллаха. Аллах это засчитал тебе, но в конце ты это испортил. Поэтому самое важное для нас является сохранить наши благие деяния до судного дня. Не сложно заработать деяние, сложно его сохранить. Ты делаешь что-либо ради Аллаха, но потом шейтан начинает тебя сбивать с пути. Поэтому, говорит, когда ты заходишь в какой-либо благой деяние, сделай его сразу. Шейтан в этот момент приходит. Допустим, я хочу одному человеку, я знаю у него проблемы, помочь. Дам ему такую-то сумму денег, допустим. Потом шейтан приходит, начинает вас-вас, тебя в сомнения вводить. Зачем столько, можно и меньше. Или, допустим, я приду, дам на такую-то сумму, допустим. Потом шейтан приходит, зачем такую, давай меньше. У тебя мысли приходят через день меньше, через два дня еще меньше, и в конце концов ты или вообще это деяние не совершаешь, или совершаешь малую часть этого деяния, потому что шейтан тебя уже сбил. Поэтому первая мысль, да, это мысль божественная, мысль прекрасная, искренняя, но потом шейтан тебя сбивает. Поэтому Кальбис Салим важно перед нашим имамом. И еще важно перед нашим имамом, когда мы говорим, что Кальбис Салим, мы должны не забывать, что мирило в нашем сердце должен быть имам. Не мы должны на весы ставить имама и наше мнение, имама и наше видение. Мы должны подчиниться имаму. То, что в этом диарате говорится, мой рай, мое мнение, мой взгляд, мое видение подчинено вашему видению. Имамов наших ставили на весы и поэтому отходили от них. Они поэтому отходили от наших имамов, говорили имаму Али, О Али, Аллаху принадлежит только закон. Ля хокма и ля лиллах. Не принадлежит никому закон, кроме Аллаха. Имам Али говорит, правильно вы говорите, они истину говорят, эти враги. Но что они скрывают за этой истиной? На самом деле это правда. Аллаху принадлежит только закон. Но они, вместо того, чтобы поставить имама во главу, они ставят имама на весы. И свое мнение эти последователи наших имамов, которые были в истории, это для нас пример. Когда имам наш непорочный, иншаллах, выйдет из сокрытия, он выйдет наводить справедливость. И мы должны будем подчиниться его справедливости. Если он скажет, такой-то, такой-то, помнишь, такой-то грех ты совершил, ты должен быть наказан при людях. Я тебя должен наказать. В этот момент или ты поставишь имама на весы и отречешься от него. Или нет, скажешь, ой, мам, если нужно меня наказать, наказывай, как это делал слуга имама Али. Когда слуга вынес, имама Али сказал, накажи того-то 80 ударами плетью, он 81 сделал случайно. Имам говорит, поворачивайся, один раз я тебя ударю. Он повернулся, имам его ударил. Он подчинился имаму, и что, что стыдно, и что, что твой авторитет возможно упадет. Но ты перед имамом находишься, наместником Аллаха на земле. Поэтому имам Хусейн, когда ушел на поле битвы, некоторые от него отвернулись и стали читать и стали читать аят, что вы бросаете не бросаете себя в опасность своими же руками, про имама Хусейна начали говорить. Представляете, его последователи говорят, что имам Хусейн своими руками бросает себя в опасность. Мусульмане, последователи имама Хусейна, они сказали, что имам бросает себя в опасность руками. Аллах запрещает. То есть, они поставили на одну сторону весов Коран, свое мнение, точнее не Коран даже, правильно будет, свое мнение, исходя из Коран, как они Коран поняли. И на другую чашу весов поставили имама. И поэтому они сбились, они сказали, что имам всем бросает себя в опасность. Коран, на атыга гур'ан, как говорят, на атыг, говорящий Коран является наш имам. Мы должны ему подчиняться. Это первый момент. Второй момент, хотелось бы зачитать аят Корана по этому поводу. Почему мы отдаляемся от нашего имама? В чем причина? Смотрите, история Мусы и пророка Гызра. Слышали про эту историю? Где Муса был направлен пророку Гызру для того, чтобы научиться у него чему-либо, знаниям научиться. Мы отправили, они встретили точнее. То есть Муса встретил одного из наших праведных рабов, то есть пророка Гызра. И что произошло? И мы научили его, обучили тому, что нам известно. И вот самое важное, то, в чем наша проблема есть здесь, где он говорит пророку Мусе. Ты не сможешь проявить со мной терпение, Муса. Я тебя научу. Но ты не сможешь молчать, ты не сможешь проявить терпение. Почему? Обратите внимание на историю. Они отправляются. Муса видит, что Хыдр прокалывает корабль. Начинает у него спрашивать, зачем ты это делаешь? Он говорит, разве я тебе не говорил, молчи и учись. Второе испытание, третье испытание, где он убивает мальчика. Он не выдерживает, постоянно у него спрашивает. Эта история из Корана прекрасно нам показывает, что если есть имам, предводитель, который тебя ведет и учит, около него молчи. Подчиняйся ему. Если он сказал что-либо нужно делать, допустим, нападать, нужно нападать. Если нужно отстать, но если нужно сесть, значит нужно сесть. Как наши непорочные имамы. Имам Хусейн только сделал восстание. Другие имамы молчали. Допустим, имам Хасан, имам Саджад, зеидиды. Откуда появились мазхаб зеидидов? Они последовали за зеидом. Мать зеида непорочного имаму говорит, ты из-за зависти говоришь, что ты будешь повешен. Не подчинились имаму. Это основная проблема. Вторая часть этого зеарата, как я уже сказал, варай и лакум таба. Мое мнение подчиняется вашему мнению. Смотрите внимательно, братья мои. У каждого верующего должен быть план на свою жизнь. На каждый час своей жизни, на каждую минуту своей жизни, на каждый год своей жизни. Допустим, ты знаешь, когда тебе нужно устроиться на работу, на какую работу тебе нужно устроиться, на ком жениться, на сколько детей завести. Ты сам себе выстраиваешь план на свою жизнь. Но твои планы на жизнь должны быть внутри планов непорочного имама. Имама Махдия Джалаллаху Фараджуху Шариф. Пример Малика Аштара. Очень прекрасный пример. Он сражается. Почему? Почему Малика Аштар сражался с имам Али? На стороне имам Али? Не ради того, чтобы победить. Не ради того, чтобы проиграть. А потому что имам приказал. Имам приказывает ему сражаться. Он сражается, доходит до Муавии. До Муавии остается немного. Имам Али говорит, а возвращайся. Он возвращается. Это прекрасный пример. Он возвращается. Почему? Потому что имам приказал. Он не сражался, чтобы выиграть. Он не сражался, чтобы убить. Он сражался, потому что имам ему приказал сражаться. И он отошел, потому что имам ему приказал отойти. Вот что значит ра-и-ля-кум-таба. Вот что значит мое мнение подчинено вашему мнению имамы. Как вы прикажете, так я и буду делать. Сегодня мы видим фетвы, издание, Ресалю читаем. То, что нам говорят наши ученые, мы должны подчиниться, потому что они это выводят из слов имамов. Имам непорочно сказал, допустим, совершай так-то намаз, выплачивай так-то хумс, совершай таким-то образом хадж. Мы подчиняемся. Почему мы подчиняемся? Потому что мы поняли, что это имам, это наместник Аллаха. Почему Мали Каштар отошел? Потому что он понимал, что это имам. Имаму лучше знать. Да, возможно, Мали Каштар думал, сейчас я дойду до Муавии, и тут осталось два шага. Убью его, и дело закончится. Война закончится. Муавии не будет, все, войско имам Али победило. Но имам говорит, возвращайся. Он возвращается. Пример еще часто приводит с Салманом Фарси. Говорят, что Салман Фарси, приближенный к Ахлебейту, когда шелся имам Али, одни следы были на земле. Почему? Потому что даже в следах он подражал ему. Где вступала нога имам Али, там и вступала нога Салмана. Поэтому они, идя вдвоем, видели, что одни следы на земле. Вот подчинение имаму. Вот следование имаму. И как только мы подчинимся нашему имаму, весь мир станет маленьким в наших глазах. Как два ребенка. Обратите внимание, два ребенка между собой ссорятся. Из-за чего? Из-за какой-либо игрушки. Для нас это игрушка. Для нас это мелочь. Для ребенка это не мелочь. Потому что он не вырос. Он не вырос. Он из-за игрушки ссорится со своим братом или со своим другом. А мы, как взрослые, смотрим на это и говорим, это же не такое уж важное. Отдай ему. И так же имам на нас смотрит. Иногда мы из-за какой-то мелочи впадаем в грех. Из-за какой-то мелочи отходим от пути имама. Из-за какой-то мелочи забываем об Аллахе. И когда мы это все пройдем, когда мы очистим свое сердце и подчиним свой разум и свое мнение имаму, мы доходим к этой степени в анус-трят-и-ля-кума-адда. Наша помощь в вашем распоряжении. Что это значит? Смотрите, допустим, еще один пример вам приведу. Вы покупаете дорогой компьютер или дорогой телефон или ребенка вы покупаете. Неважно. Он скачивает 2-3 игры туда и играет в них. Насколько компьютер мощный, сколько из него можно извлечь пользы, но насколько из него извлекается польза для ребенка. Всего лишь игра. Аллах нас создал таковыми, что мы можем огромный вклад внести для нашего имама. В нас есть огромный потенциал, но мы, подобно этим детям, пользуемся только малой частью. Почему? Потому что мы забываем об Аллахе, забываем об имаме в определенный момент. И жизнь очень быстро проходит. Жизнь очень короткая. Очень короткая. Особенно в наши времена. Раньше люди сколько жили? Пророк Нух 950 лет только призывал людей. 950 лет только призывал. 2500 лет он жил. Сегодня мы сколько живем? 60, 70, 80, 90 лет. Пусть будет 100 лет. Часть жизни уже прошло. И мы воспользовались малой количеством нашего потенциала. Мы не смогли даже наладить связь со своим имамом, к сожалению. Имам среди нас. Имам существует. Мы его не видим из-за своих грехов, из-за своих проблем. И мы должны наладить эту связь. Иначе нас будут касаться эти аяты. Допустим, аят Корана поистине понесли ущерб те, кто в убытке, те, кто понесли ущерб самому себе, своему нафсу. Человек поистине в убытке, как Аллах Коран не говорит. Кроме тех, которые уверовали и совершали благие деяния. Уверовать и совершать благие деяния приводит к связи с имамом. Мы должны спешить к нему. Не он должен спешить к нам. Его миссия, она определена Аллахом. Он выполняет свою миссию. Он выполняет свою обязанность. Как минимум, он каждую неделю для нас дуа делает. Как минимум. Не говоря о других моментах. Есть такой ученый по фамилии Намази. Он пять лет назад умер. Пять лет назад. История недавняя. Он рассказывает, что он поехал в хадж лет примерно 60 лет назад. Раньше на автобусах ехали в хадж. Сложно было. Сейчас тоже на автобусах некоторые едут в хадж. Он говорит, мы ехали в хадж на автобусах. Пустыня была. Я коротко рассказываю. Он говорит, в пустыне поднялась песчаная буря. Нас полицейские сопровождают спереди и сзади. Этот автобус, он говорит, сошел с пути. И остановил, чтобы буря сошла. Как только буря сошла, мы поняли, что мы заблудились. Потому что он до вечера крутился и не мог найти выход. Мы заблудились. День у нас мы там были. Два дня были. Наши продукты начали заканчиваться. Бензин закончился. И он говорит, я сидел, этот великий ученый на Мази. Если не ошибаюсь, он был из Исфахана. Из Ирана был. Из города Исфахана, если не ошибаюсь. Он говорит, наша еда закончилась. Я приказал своим... Их человек 50 было. Он приказал своим людям, которые были рядом с ним. Он сказал, давайте копать сами себе могилу, чтобы как минимум мы тут, когда начнем умирать, смогли похоронить друг друга. Около могилы сядем. Потому что смерть неизбежна. Он говорит, и мы сидели и плакали. Мы плакали, и я говорил, ой, имам, начал налаживать свою связь со своим непорочным имамом, с 12 имамом. Он говорит, ой, имам, если я должен умереть, то хотя бы не здесь, хотя бы на своей родине. И выходит, он говорит, в этот момент выходит на верблюдах человек, юноша, и говорит, на Мази, ты что тут делаешь? Он отплачивает, говорит, я тут заблудился. Он говорит, вон там пройдешь, показывает ему путь. В ту сторону пройдете, там будет граница с Ираком, там пройдете. Он говорит, я тебя прошу, заклинаю ради Корана. Он говорит, я поднял Коран, говорю, ради этого Корана. Можешь нас сопроводить, мы все равно заблудимся. Он говорит, садитесь в автобус. Он говорит, даже если ты мне не дал бы Коран, не заклял бы Коран, я все равно вас проводил бы. Он говорит, мы сели в автобус. Он сказал, заводи автобус. Он говорит, завел автобус, автобус завелся. Они забыли о том, что у них бензина не было. Он говорит, они, он рассказывает, мы едем, достигаем одной местности, и он говорит, здесь остановимся на намаз. Он говорит, там был колодец, вода начала подниматься, он говорит, мы взяли омовение. Представляете, он говорит, мы начали отдельно совершать намаз. Имам начал отдельно совершать намаз. Они не поняли, что это имам. Они думали, что обычно в пустыне человек бывает, ходит с верблюдом, с верблюдом. Он говорит, он отдельно совершил намаз, мы отдельно совершили намаз. Потом он нас проводил, сказал, вот уже границы, там дойдете и пройдете дальше. Он говорит, может, ты с нами дойдешь, мы тебя покормим, там есть еда, вместе посидим, покушаем хотя бы вместе. Он сказал, нет, у меня еще другие дела есть. И ушел. Этот ученый, который 5 лет назад умер, он говорит, я в этот момент, как он только ушел, понял, что это был имам. Как он только ушел. Заплакал от того, что даже один намаз с ним не совершил. Имам среди нас находится. Имам за нас дуа делает, за нас переживает. Мы должны подчиниться имаму. Наше сердце, как я сказал, должно подчиниться имаму. Мне не должно подчиниться имаму. И после этого мы достигнем этой степени. Мы в твоем распоряжении, имам. Тогда это будут не только слова действия.